Первые два вагона германского производства были приобретены три месяца назад. Сейчас закуплены еще четыре. Каждый вагон в среднем обошелся городской казне в полтора миллиона рублей. Альтернатива была у трамваев из Германии российские аналоги. Но проблема в том, что стоят они гораздо дороже. Европейские же вагоны еще могут прослужить не один десяток лет. Практика трехмесячная показала, что эти трамваи нам практически не дают выбытий, то есть сходу в слинии по неисправности. С положительной стороны это все показывается. Что касается комфорта пассажиров и водителей, то германский трамвай не идет ни в какое сравнение с теми, что имеются в городе. Электронная система управления позволяет избежать резких толчков при движении и остановке вагона. Есть и специальное устройство, которое фиксирует, с какой скоростью двигался трамвай на тех или иных участках. Если она была превышена, диспетчер без труда об этом узнает. Так почему же вагоны до сих пор не на маршрутах? А причина в колесах. Их приходится переделывать, так как в Европе ширина трамвайной колеи уже. Сейчас нужно произвести перепрессовку колесных пар, то есть привести в соответствие ширину колесных пар по отношению к нашему трамвайному пути. Эта работа будет проведена где-то в течение месяца. И гнев гордо, я думаю, мы пустим эти трамваи на путь. Приобретенные трамваи будут курсировать по 12 маршруту. Как объясняют транспортники, в центре вандалов меньше, чем на маршрутах, проходящих через окраины Тула. Уже точно известно, что до конца года управа выделит средства на приобретение еще четырех аналогичных вагонов. Олег Масальский, Олег Котельников, Вести Тула.